Сегодня вы узнаете, будут ли акции Сбера стоить 300 рублей уже до конца 2023 года. Я поделюсь с вами своими мыслями о том, что Сбер, на мой взгляд, из главной растущей бумаги этого года, превращается и в главную защитную бумагу всего российского рынка. Сбер все больше напоминает главную бумагу американского рынка Apple, которая даже на падении чувствует себя намного лучше своих собратьев. Но почему же компания становится защитной? Ну давайте сначала начнем со структурных изменений всего российского рынка. Раньше огромную часть на нем занимали нерезиденты. И при любой негативной геополитической новости, например, или при изменениях цен на ресурсы, в том числе цен на нефть, из российского рынка быстро выводились деньги. Ну а Сбер был главным индикатором всего российского рынка. Деньги в основном выводились или приходили как раз таки в него. Но после известных событий 24 февраля нерезиденты потеряли свое влияние на российский рынок. Ну а самым главным влиятельным игроком на российском рынке стали мы с вами частные инвесторы. Если раньше наша доля составляла около 30-40%, то сейчас эта доля порядка 70-80%. На правом графике вы увидите нет или чистые покупки российских частных инвесторов по месяцам с наложенным индексом московской биржи. На графике можно увидеть, что после 24 февраля частные инвесторы перестали покупать российские компании, а наоборот начали их продавать. Далее был период волатильности, когда частные инвесторы акции то покупали, то продавали. Но начиная с 2023 года частные инвесторы покупают российский рынок. Это тут же отразилось на индексе московской биржи, который начал расти. Ну а тем локомотивом, который двигал индекс вперед, был как раз таки Сбер, который начал делиться своей отчетностью, откуда мы узнали, что у компании дела идут превосходно. Ну а также объявил рекордные дивиденды в размере 25 рублей на одну акцию. Очевидно, что мы с вами адаптировались к новой ситуации и вновь поверили в российский рынок. Если в будущем произойдет какая-то распродажа, то ее устроим мы с вами вместе. Также очевидно, что среди частных инвесторов преобладают долгосрочные инвесторы, которые в основном покупают. А так как потенциальных продавцов у нас на рынке стало меньше, я считаю, что перспективы у Сбера и у всего российского рынка есть. Мой актуальный прогноз по индексу московской биржи на текущий момент 2800 пунктов. Сейчас мы находимся в 2680 пунктов. Прогноз основан на реинвестировании рекордных дивидендов в этом дивидендном сезоне. Ну и конечно же, если не произойдет никаких геополитических негативных событий. Прошлый мой прогноз по индексу полностью реализован. Если вам интересен технический анализ индекса и российских компаний, всех приглашаю в мою группу по техническому анализу, которая называется «Путь трейдера». Ссылки внизу в описании в закрепленном комментарии. Друзья, вы же знаете, мне нужна ваша поддержка в виде лайков и комментариев. Ну и конечно, если вы не знаете, что написать, напишите мой любимый комментарий, лучший. Продолжим дальше о Сбере, поговорим о закрытом гэпе. Гэп закрылся всего за 11 дней. Но на самом деле, обратите внимание, вот на вот этот хвостик, на второй день мы приближались к тому, чтобы закрыть этот гэп. Но только негативные новости с фронтов сбили настрой частных инвесторов. То есть гэп мог закрыться за два торговых дня. Но мы с вами отдельно этот момент разбирали. И я говорил о том, что вот как раз таки вот в этот момент появится возможность войти всем тем, кто пропустил вот этот вот сумасшедший рост. Что в принципе и произошло. Сейчас есть высокая вероятность того, что рост продолжится и дальше. Мы преодолели важный уровень сопротивления, который был у нас здесь. И даже подтвердили это вот этой свечкой. То есть получается, дивиденды начали приходить на счета инвесторов. И они начали покупать Сбер, который эти дивиденды им заплатил. Но конечно, деньги будут реинвестированы не только в Сбер, но и в другие российские компании. Далее я вам расскажу еще об одном факте, который делает Сбер защитной бумагой. Сначала обратим внимание на народный портфель. И так как вы видите, доля Сбербанка, это Сбер и Сберпрев, вот это Сберобычка, вот это Сберпрев, сейчас занимает 41% всего объема портфеля акций физических лиц. В том числе, конечно, это связано с тем, что котировки достаточно сильно выросли. Но в том числе, это связано с тем, что инвесторы перекладывают деньги из других компаний в Сбер. Например, очевидно, что частные инвесторы избавляются от акций Газпрома в пользу акций Сбера. Например, в сентябре 2022 года доля Газпрома была 36%, а сейчас 20%. Сюда отдельно я вывел котировки прошлой недели. Слева это у нас Сбер, справа это Газпром. Итак, 23 мая Газпром объявляет, что не будет выплачивать дивиденды, минус 3,4 к качанию основной сессии. В то же самое время Сбер прибавляет 2,35%. Следующий день, 24 мая, минус 2,18 у Газпрома, плюс 4% у Сбера. Если смотреть по месяцам, обратите внимание, вот начиная с августа-сентября 2022 года доля Газпрома снижается, и в то же самое время доля Сбера увеличивается. Также на этом графике можно заметить, что доля Новотека снижается, снижалась также доля Лукойла, но в последнее время доля Лукойла начала восстанавливаться. Я думаю, что инвесторы просто перекладываются в более понятные истории на российском рынке, а Сбер это именно такая понятная история. Но чтобы быть успешным в инвестициях, вам нужна качественная аналитика по российским компаниям, которую вы можете найти в нашей группе Telegram, которая называется Путь инвестора. Там мы выкладываем вот такие карточки компании, совсем недавно опубликовали нашу карточку МТС, где указан справедливую стоимость, потенциал роста, прогнозу дивидендную доходность. Также все основные фундаментальные показатели мы даем в динамике, ставим свою оценку, показываем историческую дивидендную доходность, прогнозу дивидендную доходность, ставим итоговую оценку компании и указываем риски инвестирования. Также на канале мы разбираем все самые главные отчеты по российским компаниям и даем рекомендацию продавать, держать или покупать. Ну и конечно очень важно находиться в курсе всех самых главных актуальных событий по российским компаниям, для этого у нас есть новостная группа российские акции, там мы выкладываем дивидендный календарь, очень актуально, в разгаре дивидендный сезон, расписание всех отчетов, а также ежедневно, индекс страха и жадности и лидер роста и падения. Все ссылки внизу в описании, обязательно присоединяйтесь к нашим каналам, это поможет вам в инвестициях. Двигаемся дальше, давайте посмотрим на результаты Сбера, а точнее на прибыль по РСБУ. Красным это выделен график за 2023 год. Итак, январь 110 миллиардов, февраль 114, марс 125, апрель 120 и это лучше, чем рекордный 2021 год, когда удалось заработать около 1,2 триллиона рублей чистой прибыли. Само собой, будущего не знает никто и мы не знаем, какая дальше будет прибыль у Сбера, но многие аналитики предполагают, что она будет не меньше, чем в 2021 году. Прогнозы разнятся от 1,1 до 1,5. Если мы возьмем среднее значение 1,35 триллиона рублей, можно рассчитывать на дивиденд в размере около 30 рублей на одну акцию. Если мы посмотрим на прогнозы аналитиков по дивидендам Сбербанка за 2023 год, то консенсус этого 32 рубля, доходность по текущей цене 12,9. Но мы с вами знаем, что к недавней отсечке Сбербанк подходил с доходностью 10,5%. Это дает прогнозную стоимость акций не менее 300 рублей. Если посмотреть на самые свежие прогнозы от апреля, то Путиномикс 36 рублей, Промсенсбанк 29 рублей, МКБ инвестиции 31, Газпромбанк 30, Мэй инвестиции 36. Пару слов об участниках нашей команды. На этой неделе Кирилл, автор канала Захаров Инвест и наш спец по облигациям, расскажет, как участвовать в новых размещениях облигаций. Но наш технический аналитик Марк, автор канала Трейдер в очках, увидел нереальные возможности в акциях ВКонтакте. Обязательно смотрите по ссылке ролики, ребят, подписывайтесь и передавайте привет от меня. Но теперь пару слов о секторе в целом. Если мы посмотрим на динамику финансового индекса и сравнимого с индексом московской биржи, мы увидим, что с начала года финансовый индекс вырос уже на 36%, в то время как рынок на 24,5%. За год динамика вообще сумасшедшая. На 52% финансовый индекс вырос. Конечно, в основном за счет Сбера. И при этом финансовый индекс не собирается останавливаться. За месяц он также обгоняет индекс и за неделю тоже. В том числе это происходит и потому, что мы получаем отличные прогнозы от властей. Центральный банк прогнозирует, что банковский сектор России в 2023 году может получить почти 2 триллиона прибыли. Аналитики ведомостей не такие консервативные. Они считают, что по результатам всего года сектор может заработать от 2 до 2,6 триллионов рублей. И мы с вами понимаем, что основная прибыль придется на Сбер. Но теперь в качестве резюме по Сберу. На мой взгляд, на данный момент эта компания является самой понятной и прогнозируемой для обычного частного инвестора. И частный инвестор в текущей ситуации, достаточно сложный и рискованный, не боится вкладывать в Сбер деньги. В начале ролика я не случайно провел параллели между компанией Apple и Сбером. И та, и другая компания обладает огромным весом в своем индексе. И Сбер, и Apple очень большие и прибыльные бизнесы. У каждой из этих компаний есть серьезные преимущества перед своими конкурентами. Обе компании заинтересованы в том, чтобы повысить стоимость своих акций. Если Apple для этого выкупает с рынка свои акции, то сделает байбэк, то Сбер обеспечивает высокую дивидендную доходность. Будущего не знает никто, и я не могу точно сказать, будет ли стоить Сбербанк до конца года 300 рублей. Но мы с вами знаем, что рынок часто все закладывает заранее. Но если дивидендная выплата будет в районе 30 рублей, то почти наверняка к маю 2024 года Сбер должен просто по определению будет стоить 300 рублей. Ну и в конце у меня вопрос к моей многоуважаемой аудитории. Скажите пожалуйста, на ваш взгляд, есть ли сейчас альтернатива акциям Сбера? И если есть, то какая это компания? Укажите в комментарии ее название. На это у меня на сегодня все. Все, что я сегодня сказал, не является никакой инвестиционной рекомендацией. Ну и в конце, как обычно, лайк этому ролику обязательно. Обязательно.